Рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси. Рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси. Рождество Христово – центральное событие всей человеческой истории. Человек всегда искал Бога, но во всей полноте Бог сам открыл себя человечеству только в воплощении своего единородного Сына. С пришествием Сына Божия и Сына Человечества мир узнал, что Бог – это любовь, а не только высшие силы. Бог – это милость, а не только вздомо-здаяние. Бог – это источник жизни и радости, а не только грозный судья. Бог – святая Троица, внутренним законом жизни которого является любовь, а вовсе не одинокий, тоскливый владыка мира. Верующие во Христа и верные мученики призваны быть свидетелями явленного во Христе Царствия Божия. И сегодня мы празднуем это событие в корне, переменившее весь ход человеческой истории. Бог входит в самые недра нашей человечей жизни, становится одним из нас, берет на себя все тяжести наши грехи, человеческих немощей и слабостей, несет их на голубоку, чтобы сводить нас от невыносимого времени. Бог отныне не где-то в непреступных небесах, а здесь, с нами и среди нас. Каждый раз во время совершения Божественной службы произносит слова «Христос посреди нас» и ответ «Есть и будет». Это яркое свидетельство о присутствии самого воплотившегося Бога, Христа Спасителя, среди своих верных. Регулярно причащаясь Его святых тел и крови, прилагая усилить к исполнению Его заповедей, мы входим в реальное общение с Ним, с нашим живым Спасителем и обретаем жизнь. Верующие во Христа и верные Его ученики признаны были свидетелями явленного в Нем Царствия Божия еще во время своей земной жизни. На нас возложена великая честь на христиан. Поступать в этом мире так, как поступал наш Учитель и Бог. Силой Христовой быть непоколебимыми в противостоянии греху и злу, не ослабевать в усердном творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии по преображению нашего греховного естества, нового благодатного человека. Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности отношения к Богу. И это наш ближний. Принимая на себя Его немощи и разделяя Его боль в скорбь, сострадая несчастным и обесторенным, мы исполняем тем самым закон Христов. Уподобляемся Ему, нашему Спасителю, который взял немощи наши и понес болезни наши. Невозможно в этот радостный и светоносный день Роденства Христова, когда все творение, в изумлении припадет ясно Богомладенца, забывать других. Та великая благодать, которую мы сегодня получаем в наших храмах, должна не замкнуться на нас, должна обильно пролиться и на тех, кто еще за пределами церкви и живет по ложным стихиям мира сего, а не по Христу. Но если мы с вами не пойдем навстречу им, эта благооблагая вещь может не дойти до них. Если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться с иными, переполняющими нас радостью, она может никогда не коснуться этих иных, кто и не имеет, но готов, может быть, ее принять. Воплощением Сына Божия человеческая природа вознесена на неестественно высокую божественную высоту. Каждая из нас не только создана по образу и подобию Божию, но через Христа теперь еще и усыновлен лично Богу. Мы уже не чужие Ему и не пришельцы, но соградались над им, а Богу родня свои. Об этой близости и дерзаниях Богу говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к Творцу Вселенной, как к родному Отцу Небесному, взывая Отче наш. Любая человеческая жизнь бесценна, ведь за нее заплачено воплощением, жизнью, смертью, кровью, воскресением Единородного Сына Божия. Все это еще сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением и вниманием тем, кто около нас, кто вне зависимости от того, насколько он от нас отличен, есть наш ближний. По мысли святителя Востокского Филарета, любовь – это живое и деятельное участие в благосостоянии другого. К этой деятельной любви хочется прежде всего призвать всех в эти радостные дни Рождества Христова. Быть, по слову Апостола Павла, братолюбивыми друг к другу, в почтительности предупреждать друг друга, в уседии не ослабевать, духом плавенечь, Господу служить. Сердечно поздравляю вас с великим праздником Христового Рождества, Бога любви и мира, даду и народу нашему, и каждому из нас мир и благодействие в Новом году. Кирилл, Патриарх Московский, Сеарусин, Рождество Христово, 14 год, Москва. Спасибо, Господь. Какой глубиной богословия и практическими выводами дышат слова нашего Патриарха. Все-таки, и через это на них можно проставить Господа и сказать, Господь рядом. И даже вот через эти слова это видно. Какое время, какого Патриарха Бог дал нам. Если кто из нас вникал в истории Церкви, не беря даже большого, вот после революционного, у нас немного, вот 2-5 лет кирилл, и каждый из них именно такой, какой нужно в данную эпоху. Сначала Тихон, Исповедник, Полумученик. Потом тот, кто забыл себя и отдал Церкви без остатка, даже будучи непонятые с самыми близкими, Сергий. Потом Алексей Второй, Первый, простите, Высота, Духа, интеллигентности, эрудиции, культуры в безбожном, быдловом мире, Савковом. Потом, именно, когда нельзя было ничего проповедить и делать, только молиться. Молитвенник, настоящий монахом. Алексей Второй, мы помним возрождение нашей Родины и Церкви. И быть тогда таким, чтобы не растерять, но собрать добрым, отзывчивым, очень открытым для всех. И сейчас, когда нужно показать, что во главе Церкви стоит человек высокого знания, глубинной эрудиции, большой внутренней силы и мощи. Вот лучше бы, может, как, но лучше не придумать. Лучше Бога никто не сделает никогда. И это свидетельство, отчетный патриарх, что Господь один нас, дело совершается. Сегодняшний праздничный день поздравляю всех, безусловно, с праздником Божиим. Мне хотелось особо поздравить конкретно тех, уже далеко многих немолодых, которых сегодня немного, храбит, которых все 26-й раз праздник Рождества. «Вместе мы собираемся и радуемся о родившемся Спасителе». Я говорю сейчас о тех пожилых волгарцах, которые положили основание в эту Церковь. Основание не только материальное, основание Духа, фундамент своей молитвы, с которой началась данная Церковь. Я рад сегодня таковых приветствовать. Я знаю, нас осталось немного, но мы еще есть. И эстафету верности Господи, Господу нашу, передаем тем, кто приходит на Смердан. Мне сегодня хотелось бы по-особому приветствовать тех, кто начинает путь своего Церковления, болгарцы, которые подтягиваются на смену уходящему покорению. И также сегодня в молитве сорадуются Господу. Приветствую тех, кто сегодня приехал не болгарцы по происхождению, но духом члены семьи святого мученика Авраамия. Вот, глазами в Ильяновце, Димитровградце, Чердаклы, иных видим в Тольятти. Мы рады осознать сегодня, что мы одна большая семья, и в день Божий мы вместе, как и полагается, к отеческому крову, к отеческому очагу. Такой это праздник. Наш отец, мы знаем кто, к его крову, к его очагу сегодня мы собрались. Особо хотелось приветствовать тех, которые нас молодые. Очень радостно видеться этот праздник, когда Бог вечный, о котором пророк Данила говорит ветхи днями, то есть насыщенный временем. А вот он вне времени. Но тем не менее конописцы, чтобы выразить эту мысль в вечности Бога Отца, изображали его древним старцем. Но этот ветхи днями стал младенцем нас ради. Мы сегодня это переживаем. Потом он отроком войдет в храм, потом в зрелом возрасте выйдет на проповедь, и мне поэтому сегодня особо хотелось с радостью поприветствовать в храме тех, кто молодой, тех, которые сегодня подражали Христу, который с младенства возлюбил нас на этой земле, и радостно видеть, что наша церковь это церковь молодых. Так должно быть. Это правильно. И это тоже свидетельство победы Христовый. Господь нужен не только нам, престарелым, мечтающим о рюшечках красивых на гробе. Он нужен всем для исключения. И мы это сегодня видим, и рады приветствовать молодых, которые в начале своего жизненного пути свои сердца оботовляют в ясне Христу, в ту пещеру, в которой Он, Царь Вселенной, воцаряется и владычествует. Вы, молодые, нам все даете надежду и радость. Взирая на вас, мы говорим, может быть, не очень хорошо, но мы пронесли хору в цепле через все испытания и годы, которые Господь дал нам прожить. Пронесли их до вас. Мы очень надеемся, что вы сделаете дело Божие лучше, чем мы и будете Богом выше, чем мы. Для нас это радость и праздник. В послании своем патриарх очень глубоко и сильно говорит о том, богословствует, что вот эти слова, что в пришествии Христов в уплощении Христа мы поняли, что Бог это не только высшая сила, непонятно, а еще и любовь, что Он не только воздоятель и судья, а еще и милость, что Он не только грозный судья, но и источник жизни и радости, и что наш Бог не одинок в безбрежных просторах холодной и мертвой вселенной. Он оказывается живет в полноте свого бытия, в трех лицах живут начальни троицы, непостижимая глубина единства, но постижимая в том, что совершается в любви и опять о любви. Сегодняшний праздник действительно свидетель об этом. И мы говорим на сегодня праздничный почему? Потому что не спим. Ну нет, не повод. А, потому что одели праздничную одежду. Ну во-первых не все к сожалению, а во-вторых это не причина средствия. Есть другая повод сегодня повеселиться. Мясо есть. Сколько страдать-то 40 дней без главного в жизни. Ну и это не причина средствия тоже. В чем смысл сегодняшнего дня. Почему он за его праздником. Почему сегодня сердце даже вне зависимости от ума замирает в каком-то сознательном ожидании и переживании неземной радости. А вот поэтому надмирный Всевышний Бог стал такой же как я. Такой же как ты. Такой же как мой человек. Во всем уподобившись нам кроме греха. Когда мы с вами молимся Богу теперь обращаемся к Ему в загадную надежду мы не как прочие пускай даже верующие которые православные не единственные верующие мире. Но мы отличаемся от других кардинально. Почему? Потому что когда мы обращаемся к Богу мы знаем какой наш Бог. Он ближе к нам чем наши собственные мысли чувства. И он когда обращаюсь к Господу моей радости он знает что это такое человече радость. Когда обращаюсь к нему сквозь все скорби он знает что это такое. Знает потому что Бог знает все нет не только а почему а потому что он такой как я человек владыка вселенной родился в безвестности в хлеву лег в кормушке скотей обвид был тряпьем он не просто прожил человечею жизнь а прожил жизнь нищего жизнь бомжа он знает что такое голод что такое холод клевета мы знаем мы помним ему харкали лицо его обливали грязью клеветой он претерпел страшные физические душевные муки его даже судили несправедливо он знает что такое неправильный суд человечек на себе знает из опыта его загнобили насмерть его затоптали казалось бы навсегда но силы его любви явило его победу он воскрес преднедный и ныне царствующий стоит в этом мире через царство в наших сердцах поэтому когда мы обращаемся к Господу мы можем сказать словами одного поэта 19 века это поэт шведов национальности в одном из творений он вот такие слова сказал наш Бог Бог страждущий Бог обогренной кровью Бог человек и брат с небесной душой поэтому если мы с вами в день сегодняшний обратимся к Господу и послов патриарха скажем отец мы скажем правду и он и он так сказал когда молит к Господу отец отец если мы сегодня обратимся к нему и скажем брат не мульгарно ли немного на себя берем дворца вселенной братом и он называть вспомним Или остальные, которые бежали из Гефсимании. Марк, который без портов дал дёрг из Гефсимании, только его никто не поймал бы, не узнает, что он со Христом. Такие, как мы, такие, как мы. И он им говорит, скажите Петру и братьям моим, поэтому не признак вульгарности, но признак духовной правды будет. То есть мы обратимся к Господу и скажем сегодня, «Мой небесный брат, неполоную достоинству по своей любви, ставшими таким. А если я скажу ему сегодня по-другому, обращусь к нему, «Мой небесный друг, не переборщу ли, не хватнуйте из край, вспомним-ка, как на тайне вечере Христос Спаситель говорит таким, как мы людям, бывшим вокруг него, он говорит так, «Не называю вас рабами, раб не знает воли Господина своего, называю вас друзьями моими, ибо прибыли со мною на пастик моих. Сегодня мы христиане православные, торжественный праздник не просто праздник Бога, но праздник, в котором Бог для нас стал братом, отцом, другом. Он стал на нашу ступень, тем самым подняв нас на ступень свою. Сегодня мы празднуем наше обожжение и Его вычеловечения. Мы сегодня торжествуем, наше с Ним нерушимое родство. Конечно, праздник поэтому, а поэтому и одежда праздничная, а поэтому завершение поста, а поэтому такая светлая, радостная служба. Именно поэтому. Корень-то в чём? Мы видим сегодня опытно любой Господь к нам. Мы знаем, что между нами и нашим Богом нет стены, нет различий. Не нас ради, Его ради милости и любви. Поэтому по-другому этот день, как праздник, назвать не получается. И пережить по-другому тоже не получится. Поэтому от всей души радость всех приветствовать с сегодняшним праздником, с праздником, в котором мы, с послого апостола Павла, которые, повторяю, стали не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и родня, родня своей Богу. Как пишет апостол Павел, посланник Эфессиным. Рад вас, родня Божия, поздравить нашим с вами общим праздником. Рад вас, мои дорогие, сограждане святым, граждане неба, поздравить нашим общим торжеством. С праздником всех, с Рождеством Христовым. Спасибо.